Здравствуйте в центре политика, я Алексей Рожин и мы начинаем Новый год с подведения итогов прошлого. Представим рейтинг экспертов агентства политических новостей Нижний Новгород, который был посчитан математическим путем, то есть сложив оценки, набранные за год и начнем по традиции с лидеров. Итак, Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области, стал безоговорочным лидером в списке политических лидеров года, набрав 140 положительных баллов и ни одного отрицательного. Олег Сорокин, глава Нижнего Новгорода, уверенно занимает вторую строку в рейтинге политических лидеров. Эксперты отмечают, что в 2014 году Олег Сорокин стал более открытым и информационно активным. Сергей Кузьменко, председатель избирательной комиссии Нижегородской области. Эксперты отметили, что высокие оценки избиркому – это по существу высокие оценки всей области за четко и демократично проведенные выборы губернатора на конкурентной основе. Теперь о тех, кто попал в рейтинг неудачников. На первом месте Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Не будучи нижегородцем, стал самым неудачливым политиком Нижегородской области в 2014 году. Благодаря своей довольно активной, но не очень конструктивной деятельности в регионе. Набрал 43 отрицательных балла и ни одного положительного. Напомним, в итоговом рейтинге 2013 года у него был один положительный балл, при 15 отрицательных и того – минус 14 баллов. Далее в рейтинге идут сразу два коммуниста – депутат ЗАГСобрания Владимир Буланов и зампред регионального парламента Владислав Егоров. Коммунисты в целом провалили избирательную кампанию, не сумев собрать подписи за выдвинутого имя кандидата в губернатор Владимира Буланова, и заметно снизили активность на выборах муниципальных. Я думаю, что это связано с конкретной деятельностью коммунистов и в парламенте российском, и здесь на местном уровне. В принципе, коммунистов не видно и не слышно, кроме одного вопроса. Это голосование против бюджетов всех уровней, в любом количестве и в любом качестве. Во всех остальных вопросах коммунисты не проявляют себя именно как самостоятельная политическая сила. И проигрыш губернаторских выборов у нас в этом году, по сути дела, отказ от участия в выборах, естественно, не мог добавить им популярности среди избирателей. Теперь поговорим о тенденциях на 2015 год. Во-первых, понятно, что это год выборный. Во-вторых, новая система МСУ предоставляет множество возможностей для членов малых партий, которые уже отметились на выборах губернаторских. Какой тренд в российском плюрализме, увидим в этом году, расскажет Денис Барышников, начальник отдела взаимодействия с политическими партиями Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Процесс пойдет, скорее всего, на уменьшение количества партий, на отмирание тех партий, которые созданы искусственно, и которые, в принципе, никакой роли в регионе не играют. То есть, возможно, как бы, и ликвидация региональных отделений по различным пунктам, там есть и неподача сведений, потому что, ну, если человек не работает в партии, то, собственно говоря, сведения подавать ему нет смысла. Другим важным направлением этого министерства является работа с конфессиями. Та трагедия, которая развернулась в новогодние каникулах Парижа, практически невозможна в Нижнем Новгороде. Ольга Шумакова, заместитель начальника управления по общественной политике Министерства внутренней региональной и муниципальной политики, о том, с чего стоит начинать диалог между конфессиями. Нам самой природой и геополитикой, ну, наверное, обусловлено то, что мы должны быть многонациональным регионом. И оно так и является. И я всегда говорю, надо начинать с женщин и с детей. И не дожидаться. Грамотная политика – это политика недопущения конфликтов. Конфликт – это высшая степень проявления. Противоречий, правильнее говорить. Вот мы в философии говорим недопущение, не дать возникнуть противоречий. Его надо разрешать до возникновения. Разрешать только положительно, только созидательно. И поэтому мы начинаем с детей и с женщин. Через эти проводники семья. Семья формирует человека в большей степени. И надо заложить основы взаимного уважения, понимания и, как мы говорим, веротерпимости и толерантности. А теперь особое мнение Андрея Вовка. Чем запомнится День печати в новом 2015 году? Сегодня 13 января – День печати. Но лично для меня в этом году 13 января – это День печали. Ну, во-первых, конечно же, из-за событий, произошедших во Франции. Ну, и во-вторых, из-за событий, которые происходят в нашем нижегородском медиарынке. Под красивым словом «оптимизация» на самом деле скрываются реальные сокращения журналистов многих нижегородских средств массовой информации. И край непуганных журналистов становится постепенно краем напуганных журналистов, напуганных тем, где же они продолжат свою работу. Одна радость, что в этом году выборы в Городскую думу Нижнего Новгорода. И я очень надеюсь, что откроются новые средства массовой информации. На этом все. Смотрите, комментируйте и ставьте лайки «Столица Нижняя». Увидимся уже через неделю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok